МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. А снег идет. Метель с ледяным дождем не стали сюрпризом для дирекции благоустройства. Мобильный избиратель. Президентская избирательная компания набирает обороты. Блиндажная часовня к Рождеству. Волонтеры Общероссийского народного фронта отвезли в зону специальной военной операции очередной гуманитарный груз. Последствия очередного обильного снегопада минувши ночью ликвидируют в области до сих пор. Технику вывели на улице Рязани ночью. На обработку дорог были направлены 20 комбинированных дорожных машин. Работы проводились во всех районах города. Использовано 14 тонн реагента и 166 кубических метров песко-соляной смеси. Почти половина месячной нормы осадков. По сообщению Гидромедцентра России, в Рязани за последние сутки выпало более 18 мм снежного покрова. Дирекция благоустройства города к этому оказалась готова. С вчерашнего дня, сразу после начала снегопада, началась обработка улиц, дорог, проезжих частей, остановок, песко-соляной смеси, противоволюдными реагентами. В ночное время мы проводили расчистку улиц. Сегодня в течение дня мы расчищаем и посыпаем улицы нашего города. Также привлечены силы различных подрядных организаций на вывоз снега, на дополнительную расчистку тротуаров, на грядирование проезжих частей. В общем, у нас увеличились объемы выпускаемой техники. Всего задействовано более 100 единиц техники и порядка 150 человек. Комбинированные дорожные машины, тракторы-щетки, масштабную очистку улиц от метровых сугробов проводят по всему городу. Сейчас температура плюсовая, но в ночь на субботу синоптики обещают похолодание. Дирекция благоустройства города уже продумала методы борьбы с гололедом. Дороги будут обрабатываться при необходимости по несколько раз противоволюдными реагентами. Также будут обработаны тротуары нашего города. Мы постараемся в кратчайшие сроки произвести обработку всех возможных мест. В Рязани ввели режим повышенной готовности. Администрация города создала специальные чаты, куда жители областного центра могут сообщать о снежных заносах. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В марте 2024 года в России пройдут восьмые по счету выборы президента. Это важнейшее событие для страны, поскольку новый глава государства будет управлять Россией шесть лет, до 2030 года. Перед предстоящей кампанией традиционно прошло подписание соглашения между Рязанским избиркомом и МФЦ. По тексту соглашения у нас, кроме как приложения пункта МФЦ, фактически ничего не меняется, какие-то только технические правки. В остальном оно остается таким же. С 2017 года мы первым были субъектом, кто этот механизм применил, одним из первых. Поэтому сама процедура уже достаточно подробно проработана. У нас никогда сбоев не было. Речь идет о соглашении между обл. избиркомом и МФЦ. Оно называется «мобильный избиратель». Такое взаимодействие между ведомствами позволяет избирателю проголосовать на любом удобном участке, при том вне зависимости от места регистрации. Мы готовы оказывать услугу в 50 точках наших МФЦ. Это 30 территориальных отделов и 20 обособленных структурных подразделений. Технически все работает. И мы готовы экстритариально принимать услугу в любой из этих точек. То есть, если вы в Ермише можете подать документы, чтобы, например, проголосовать в городе Рязани. Все отработано. Мы готовы принимать услугу. За 7 лет общий смысл текста соглашения не менялся. И оставался таким же. Менялись только цифры. Регулярно, говорят, увеличивались. Из-за желающих проголосовать в других местах. Все, коллеги, соглашение подписано. С 29 января начнем уже работать по механизму «Мобильный избиратель». Дмитрий Боков сообщил, что во время выборов президента России в Рязанской области будут работать 158 КАИБов. Такой объем комплексов в регионе впервые. 128 установят в Рязани. Еще 30 в больших избирательных участках в районах области. На выборах президента России в этом году заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в любом МФЦ, а также через личный кабинет на портале госуслуги. Более чем в 21 миллиард рублей оценили в Минобороны ущерб от пожара на складе боеприпасов на территории бывшей воинской части в Скопинском районе. Но заплатить главному фигуранту придется в 5000 раз меньше. В октябре 2020 года в районе населенного пункта Желтухина загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов, начались взрывы. Для тушения арсенала привлекли порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе 4 самолета Ил-76 и 3 вертолета Ми-8. Федеральную трассу Каспий перекрыли, на складах было не менее 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. На место ЧП приезжал на тот момент глава МЧС России Евгений Зиничев. Горит, не жилые постройки, догорает, отстояли дома вот этого, как с городом. Горит, и там, на левом, у них есть, там у нас дома, они могут сгореть, но нет. Одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами скончалась в больнице. К ответственности привлекли бывшего командира части Алексея Кожевникова. Приговор суда, 4 года колонии условно, плюс возмещение вреда Минобороны в размере 4 миллионов рублей. А вот в удовлетворении гражданских исков двух потерпевших примерно на ту же сумму суд отказал. После вступления приговора в законную силу арестованное имущество Кожевникова, автомобиль Toyota Yaris и прицеп будет продано в счет возмещения гражданского иска Минобороны России. Волонтеры Общероссийского народного фронта провели Рождество в зоне специальной военной операции. Путь из Рязани в Херсонскую область занял у них 40 часов. Активисты привезли гуманитарный груз и оборудовали часовню в специально оборудованном блиндаже. Подробности далее. Ну что ж, мы добрались до места назначения. Почти двое суток рязанские волонтеры добирались до наших бойцов в зону СВО. Мясо, соленья, фрукты, сладости, бытовые вещи и одежда. Гуманитарный груз собирали на средства неравнодушных горожан. Все для того, чтобы устроить парням с передовой настоящий праздник. Ребят, длинные каникулы. Давайте Рождество, Новый год встретим дома, с семьями. А Рождество встретим с нашими военными. Потому что они, по сути дела, стали уже второй семьей за эти два года, которые мы с ними, так сказать, сотрудничаем с ними на связи и окажем им поддержку. Рождество прежде всего праздник православный. Идею блиндажной церкви поддержали и линии боевого соприкосновения. Связь с руководством части волонтеры держали на протяжении всего этапа строительства. Помогали и студенты молодежного крыла Народного фронта. Для того, чтобы оборудовать походную часовню, стройматериалы и церковную атрибутику везли из Рязани. Чуть-чуть. Вот, вот. Отлично. Представьте себе, на первом этапе работали, с одной стороны, там бойцы на передовой, потому что часовня была организована в блиндаже. Этот блиндаж нужно было подготовить, нужно было выкупать, нужно было его обустроить в соответствии с определенными нормами, в соответствии с определенными канонами, в том числе. Мы же понимаем, что есть каноны определенные. Войти с одной стороны алтарная стена на другой стороне. Спасибо, Важные души наши, при Божьем прикрепить, святой бессмертный помилу нас. При Божьем прикрепить, святой бессмертный помилу нас. Сейчас на передовой готовятся к еще одному православному празднику. В крещение по традиции бойцы окунутся в купель, которую предусмотрительно прорубили неподалеку. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В пятницу большой православный праздник – крещение. Согласно церковному преданию, именно 19 января Иисус Христос вошел в воды Иордана и на него снизошел Святой Дух в образе голубя. Крещение – один из важных православных праздников. Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордань и явления Бога Отца. Отсюда, кстати, и пошло второе название для праздника – Богоявление. В эти дни проводят литургии, освящается вода. Тем не менее, к погружению в прорубь верующих не призывают. Это таинство не обязательно. Вообще, смысл крещения немножечко не в воде. Но есть очень хорошая благочестивая традиция. Традиция радостная, традиция интересная. И традиция, позволяющая совместить и здоровый образ жизни, и духовные составляющие, духовные скрепы. Нельзя акцентировать внимание на каком-либо возможном гипотетическом прощении грехов во время купания. Это невозможно. И грехи Господь прощает только через покаяние, а не через омовение в крещенской купеле. Поэтому православным рекомендуют скорее посетить богослужение в храме и запастись святой водой. В доме следует прибраться, можно даже накрыть на стол и позвать гостей. А купание в проруби – это скорее по желанию. Да и специалисты советуют неподготовленным людям в холодную воду не заходить. На первом месте у нас идея освящения творения. Мы вспоминаем крещение Христова, погружение Христа в воды святой реки. И в знак этого погружения Спасителя, освящения, вот мы погружаем крест, образ креста Господня, воды и ордани, воды, которую мы освящаем. Мы часто воспринимаем это как некое духовное торжество, как знак обновления творения и освящения творения. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. И если набрать воду, то она будет такой и весь год. В православии считается, что само слово «крещение» дословно обозначает погружение. Потому, дескать, люди и хотят окунуться в Иордань и выйти обновленными. Традиция эта скорее народная, чем православная. Потому спасатели напомнили, что от купаний следует воздержаться людям с хроническими и простудными заболеваниями, беременным и кормящим женщинам. Людям старше 65 лет и маленьким детям. А закаленным же следует перед погружением сделать легкую разминку или пробежку. А купаться следует в специально оборудованных для этого местах. Срочное совещание для средств массовой информации провели на этой неделе в управлении МЧС региона. На повестке серьезная ситуация с бытовыми пожарами. Только январские цифры о возгорании уже больше полусотни вызывают у пожарных серьезную тревогу. Основная причина пренебрежения элементарными правилами безопасности. С начала года на территории области зарегистрировано 58 пожаров. К слову, в прошлом году в тот же период случился 51 пожар, что на 14% меньше. Причины пожаров в основном одни и те же. 17 электротехнических. 10 неосторожное обращение с огнем. Из них 5 пожаров из-за неосторожности при курении. 11 неисправность печного отопления. 1 пожар поджог. В большинстве случаев сами собственники нарушали правила безопасности. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок и притопочных листов, изготовленных из негорючих материалов размером 50 на 70 сантиметров. Запрещается также эксплуатировать печи при наличии каких-либо прогаров и повреждений в разделках, а также в наружных поверхностях печей, дымоходах, дымоходных трубах и каналах, а также при топочных листах. Необходимо своевременно производить очистку дымоходов и печей от сажи перед началом отопительного периода, а также в течение всего отопительного сезона. Не допускается оставлять без присмотра отопительные печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на притопочных листах. Применять для розжига печей, бензин, керосин, какие-либо другие легко воспламеняющиеся горючие жидкости. Кроме этого, следует обратить внимание на электрическую проводку. На брифинге привели наглядный пример того, как была спасена жизнь человека, который позаботился о своей безопасности заранее. В МЧС рекомендовали использовать систему оповещения. 13 января в Сараевском районе, в селе Высокое, произошел пожар в жилом доме пенсионера, инвалида первой группы. В доме был установлен автономный пожарный извещатель, который сработал и оповестил хозяина о задымлении и позволил избежать гибели человека. Пенсионер при эвакуации получил ожоги тела и был госпитализирован в Сараевскую ЦРБ. Установка автономных пожарных извещателей уже показала свою эффективность, подчеркнули на брифинге. По официальным данным, установка таких систем спасает около 600 жизней в год. Установить датчик легко. Работает он от батарейки. Принцип работы прост. Громкий звук при попадании дыма в датчик. Уровень газификации Рязанской области один из самых высоких по стране. Приход газа – это еще и решение вопросов экологии и существенной экономии затрат на отопление. Об этом заявил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. С подключения газа в деревню Богданово начал он свой визит в Рязанскую область. Партия власти уже инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования. У семи шестовых в деревне Богданово маленький праздник. Сегодня им проводят газ. Заявку на газификацию они оформили в прошлом году. В этом подключились. Говорят, тепло в доме стало ровным. Каминчик раньше нас грел, дрова таскали, приходилось по утрам вставать, бежать за дровами, как бы там ни было холодно на улице. Сейчас нет. Сейчас можно лишний раз поваляться, потому что тепло, светло и очень даже хорошо. Рязанская область. По дегазификации один из лидеров в стране, заявил Андрей Турчак. В том числе и потому, что губернатор Павел Малков лично возглавляет штаб проведения акции. В целом по стране заключены миллион сто тысяч договоров. Пятьсот тысяч домовладений получили синие золото прямо в жилище. Отдельное решение президента – это поддержка льготных категорий граждан. И это решение поручения президента на территории Рязанской области выполнено полностью. Все льготники имеют возможность получить компенсацию не менее ста тысяч рублей на проводку трубы по земельному участку, на закупку минимально необходимого набора оборудования, котла, газоанализатора, других элементов. Отдельно отмечу, что в Рязанской области принято решение о возможности использования регионального материнского капитала на закрытие этих вопросов. И, конечно, еще один очень важный момент. По решению президента теперь эта программа распространяется и на социальный объект. Мы знаем, что для того, чтобы обратиться за услугой до газификации, необходимо подать всего три документа и очень простое заявление. Паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на недвижимость. После этого заявление рассматривается в кратчайшие сроки и очень быстро исполняется сама заявка. Поэтому еще раз хочу обратить внимание тех, кто еще не воспользовался этой возможностью, надо обязательно подать заявку, Газпром ее быстро рассмотрит. При этом еще хочу отметить, что по решению президента программа до газификации становится бессрочной. Я вот сам из Луганска приехал очень временно в Рязани, живу. Спасибо за гости приемство, очень приятно и это дорого вас стоит. Пансионал Сосновый Бор после масштабной реконструкции открылся в Солочи в прошлом году. По словам Андрея Турчака, сегодня комплекс один из самых современных центров реабилитации участников СВО в стране. 200 номеров, СВО в кухне, адаптивные площадки. Здесь могут принимать до 4000 посетителей в год. Стандартная длительность курса 21 день. Но есть и краткосрочные семейные программы, рассчитанные на отпуска военнослужащих. Ну и, конечно, правильные курсы восстановления после ранений. А еще секретарь Генсовета партии власти заявил, что теперь на базе штабов общественной поддержки в регионах стартует проект по оказанию психологической помощи ветеранам СВО. И стартует он именно с Рязани. Отдельное направление – работа с женами, матерями и близкими родственниками бойцов, чтобы никто не остался забытым. Приезд Андрея Турчака губернатор Павел Малков прокомментировал и на правительстве. Цитата. «Много решений, много договоренностей. Андрею Анатольевичу огромная благодарность за поддержку Рязанской области». Кроме того, Павел Малков заострял внимание на системных вопросах – освещение, вывоз снега, уборка мусора. Отсутствие электричества в районах, уборка снега и мусора – отопление. По каждой из этих тем Павел Малков, зачитывая обращения рязанцев, выбирал самые типовые. И как-то хмуро поглядывал в сторону экрана, с которого отчитывались муниципальные главы. Например, в Сасово с нового года возле детского сада номер 3 нет света. Нет, конечно, разрывы подчинили, но сделали это через несколько дней. После того, как спали морозы. А до этого как-то не получалось. «Прошу обратить всех внимания на исправность уличного освещения, особенно у социальных объектов, у школ, детсадов, больниц, спорткомплексов. Вот сломалось, надо быстро ремонтировать. То есть не тянуть до момента, когда жители начинают массово писать, массово жаловаться». Курьезная история возникла со стихийной стоянкой крупногабаритных фур у деревни Карцево. Большегрузы обустроили себе место для отдыха и в итоге заблокировали дорогу. Представители Рязанской мэрии прогоняли их уже не раз, причем расчистив альтернативное место для стоянки, но дальнобойщики раз за разом возвращаются. «Ситуация выпрямляется, но, к сожалению, не так, как нам хотелось. Но, поверьте, мы ежедневно туда выезжаем и там находимся в час пенька. Стараемся ввести разъяснительную работу с сотрудниками Доширака и с собственниками большегрузного транспорта. Также для Доширак предусмотрели место муниципальное для организации парковки на въезде в свою деревню Карцево. Это сразу же после съезда платного путепровода». Еще одна системная неприятность – холод в районных школах и детских садах. Даже несмотря на ремонт и новое остекление. В кабинетах разная температура, родители учеников пишут жалобы. Павел Малков предложил провести полный аудит социальных учреждений на предмет утечек тепла. Фраза «стеклопакет не держит тепло» меня очень настораживает, заключил он. В Рязани заработали ледовые катки. 24 площадки доступны для жителей города и гостей областного центра. Хоккейные коробки и катки с прокатом. Газея с пользой провести время на свежем воздухе расскажем в сюжете далее. Укрепление мышц и иммунитета, развитие вестибулярного аппарата и общей выносливости организма. По словам врачей, катание на коньках полезно по многим причинам. Сейчас на улице минусовая температура, а значит ледовые площадки уже готовы принимать гостей. В этом году в нашем городе залили больше двух десятков хоккейных коробок и катков. В лесопарке открытый лед и это уже старая добрая традиция, рассказывают сотрудники. Правда, из-за погоды в этом сезоне открыли его позже обычного. К сожалению, погодные условия не позволили насладиться. Гостям нашего парка катанием на коньках, так сказать, зарядиться новогодней атмосферой, потому что не было стабильного мороза, да, был дождик, поэтому для качественного, да, не было возможности. Но 4 января, как пообещал наш дедушка Мороз, он у нас в личной лесопарке, что будет зимняя прохладная погода. График работы катка с полудня до 10 вечера. Для тех, у кого нет своих коньков, работает прокат. Еще одна бесплатная ледовая площадка на территории Рязанского дворца детского творчества. Здесь работы по заливке хоккейной коробки начали еще в декабре. Толщина льда примерно 15 сантиметров. Проката инвентаря нет, но со своими коньками здесь ждут всех желающих. Работает она круглосуточно. Осуществляем ее поддержание, это убираем снег регулярно. И в этом нам оказывают помощь родители, воспитанники. Как только наступили отрицательные температуры, готовили низ бортов снаружи и снутри. Утаптывался снег и проливался водой для замерзания. А далее шаг за шагом, слой за слоем мы заливали воду. Это было более восьми раз у нас проделана процедура. Не стоит забывать и о технике безопасности. Так, если вы не уверенно стоите на коньках, лучше придерживаться умеренного скоростного режима и надевать защитную экипировку. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Вместо шайбы теннисный мяч, вместо коньков – зимняя обувь. Так проходит турнир по хоккею на снегу в Рязанском дворце детского творчества. Игрокам от 6 до 9 лет. Юные хоккеисты пока играют без коньков. Да, в общем-то, они здесь и не нужны. Дворовый хоккей – это больше проваленки и ботинки. Идея приобщать детей к зимним видам спорта появилась у сотрудников Дворца детского творчества в прошлом году. Воспитанники и их родители восприняли хоккей на снегу с энтузиазмом. И вот уже четвертый турнир за зиму собирают больше 20 юных любителей клюшки и мяча. Это мероприятие мы проводим второй год. Ну, наверное, будет уже у нас традиционным. В зимнее время года. Но мы исключили как раз вот те моменты, которые связаны с травмами. То есть это вот коньки. Коньки и шайбы. В итоге дети играют с клюшками, с теннисными мячиками. Ну и обувь у кого какая есть. Матч состоит из одного периода в пять минут после смены команд. И хотя хоккей на снегу подразумевает все-таки физкультурно-оздоровительный характер, спортивный интерес и желание обыграть команду противника никто не отменял. Правда, на этот раз до победы командам не хватило совсем чуть-чуть. Ничья 1-1. Я первый раз в жизни играю в хоккей. На кольках кататься пока еще не умею. Учусь, стараюсь. Стараюсь бегать на льду, чтобы не подскальзываться, держать равновесие. Победила пока дружба, но мы не сдаемся. Мы всегда будем держаться вместе. И мы победим. А еще такие вот зимние забавы – отличный способ не замерзнуть во время прогулки, рассказывают сами участники соревнований. Я очень люблю заниматься спортом. Я занималась несколькими видами спорта. Я в первый раз играю в хоккей, и для меня это немножко сложно. А так, я смотрю, многие играли хорошо. Я люблю заниматься спортом. Ну, поиграли хорошо. Я первый раз играю в хоккей без коньков. И наверняка не последний. Такие вот матчи планируют проводить еще. А там, глядишь, и до золотой шайбы будет недалеко. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости. К настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова